Всем привет! Вот и прошла неделя, посвященная WWDC 2019. Конечно, лишний раз размусоливать эту тему я не буду, но если вы хотите посмотреть итоги, то это можно сделать тут. А подробнее узнать про iOS 13 можно тут. А мы с вами лучше разберем самые спорные моменты, и поверьте, их было немало. И начнем с самой громкой новинки. И нет, это не MacBook Pro или iOS 13. Это ножка для монитора Apple. Да, я тоже смотрела презентацию онлайн, и первая мысль — серьезно. Подставка, которая поворачивает монитор вверх-вниз и вправо-влево, стоит 70 тысяч рублей? Да, она смотрится неплохо и выглядит элегантно, но она же не сделана из драгоценных материалов и не инкрустирована бриллиантами. За что платить почти тысячу баксов? Эх, цена завышена раз в 10 минимум. Ну и кто же будет покупать сие чудо? Ну, наверняка люди, которые профессионально занимаются видео или звуком. Других причин я не нахожу. Да и в этой сфере цена образования идет совсем другое. Вон, посмотрите, какой ценник идет у аксессуаров для камеры RED. Конечно, это все равно ничуть не оправдывает такую завышенную цену, но все равно найдутся те, кто и это купит. И Mac Pro купит, и новый монитор. А, кстати, вопрос остается открытым. Почему к монитору не кладут даже самую простенькую подставку? Ну, хотя бы за 99 баксов. Алюминий пожалели? А вот что коснется абсолютно всех и даже нас с вами. Это новая функция Find My, которая была представлена впервые на WWDC. Это некий продвинутый аналог найти iPhone, но только с возможностью найти друзей. Уникальная особенность этой функции заключается в том, что теперь устройство можно найти даже те, которые отключены от интернета или же полностью разряжены. Find My действительно может найти устройства, которые остались без сети или заряда. И все это возможно благодаря технологии Bluetooth Low Energy, которая потребляет настолько малой энергии, что даже полностью разряженный MacBook еще может раздавать сигналы в течение одного или двух месяцев, которые считывают другие устройства iPhone или iPad, находящиеся поблизости, и передают владельцу информацию о местоположении гаджета. И говорят, этот сигнал могут расшифровать только другие устройства Apple, но выглядит это вполне футуристично. Только представьте себе мир, где все iPhone и iPad связаны между собой по всему миру. Да не удивлюсь, если у Apple в штаб-квартире есть карта со всеми пользователями мира, их устройствами и перемещениями. В рамках презентации iOS 13 Apple показала еще одну крутую функцию, которая называется «Войти с помощью Apple», и работает она по аналогии авторизации на сайте через Google или Facebook. Смотрите, вы хотите зарегистрироваться на каком-то сомнительном сайте или приложении? Тогда генерируется случайный почтовый адрес, через который происходит регистрация. Если вы забываете пароль, то разработчик высылает вам на этот сгенерированный адрес, но получаете вы его уже на свой, который знаете только вы и Apple. Функция нереально удобная, но для разработчиков это сплошная головная боль, ведь теперь придется в обязательном порядке добавлять кнопку «Войти с помощью Apple ID». А помните, сколько Apple-оваций получила, когда впервые презентовала 3D Touch? Ну, он такой еще красивый, с анимацией, картинками. Так вот, оказалось, что эта функция никому нафиг не нужна и будет заменена на «Haptic Touch». Теперь же жесты 3D Touch будут доступны абсолютно всем флагманам, в том числе и iPhone SE. То есть это получается, что с выходом iOS 13 больше никаких преимуществ у iPhone 6s не будет перед своим обрубленным флагманом? Подождите, то есть, оказывается, все было возможно еще до презентации iOS 13? И у Apple была просто какая-то киллер-фича, чтобы люди покупали не iPhone SE, а более современные модели? Ну ладно. Пожалуй, мы разобрали самые спорные моменты этой презентации. А что задело вас больше всего? Своим мнением делитесь в комментариях и в нашем Telegram-чате. И ссылочку на него оставлю, как всегда, в описании к этому видео. Всем пока!